Привет друзья! Чтобы понять о чем пойдет речь дальше, давайте посмотрим маленький фрагмент. То, что вы сейчас слышали, это замечательная, вкусная музыкальная тема, которая называется Ebony Ice, которую я аранжировал для саксофона и записал. Почему именно сегодня эта музыка? А потому что я бы хотел с вами сегодня поделиться своими впечатлениями о первой поездке в Америку еще в 1996 году. Президентом страны был тогда Борис Ельцин и отношения с Америкой были как никогда хорошими. Я всегда мечтал побывать в Америке, на родине джаза. И вот мне предоставилась такая возможность. Дело в том, что там, в Нью-Йорке, работали музыканты, которые меня очень хорошо знали. И они пригласили меня. Давай, приезжай, ты нам позарез нужен. Ты и на скрипке, и на саксе, и на клавишах, и на гитаре, и репертуар у тебя, и поешь. В общем, такие вот были телефонные переговоры. А время было такое, что с визами вообще проблем не было. Да еще меня попросил мой друг-музыкант Сережа Топчьян передать посылку туда, в Нью-Йорк, Михаилу Гулько. Это такой певец замечательный, Миша Гулько. Короче, иду в посольство США, получаю визу. Как сейчас помню, заплатил 40 долларов США. На выходе сразу взял рекламу компаний, которые продавали билеты на авиарейсы. Выбрал компанию Финейр, финскую. Поехал сразу же по этому адресу, купил билет туда и обратно. Заплатил что-то около 700 долларов. Хорошо это помню. И вот так начал собираться потихоньку. Конечно, с одной стороны, мне хотелось бы поработать там, в Нью-Йорке. Но ведь надо было посмотреть, что это такое. До этого я побывал в трех странах. В Бельгии, в Италии, на Кипре. Но это совсем другое дело. Поэтому я решил для себя, полечу туда, ну, как бы туристом. Сначала надо все разведать, посмотреть. Ну и вот перелет мне показался не таким уж и тяжелым. Обслуживание было просто на высоте. Финны. В аэропорту Джона Кеннеди, когда я приземлился, встретил меня Михаил Гулько. Осмотр я прошел довольно быстро. Причем в паспорт мне вклеили white list, белый лист, который давал мне право, возможность остаться в Штатах еще на полгода. И для меня это было просто удивительно, что такое возможно. Ну, конечно, я с дороги устал. Меня привезли к музыканту Виктору Рябкову. И в его студии я отлично выспался. Ну, и там же у него остался жить в течение двух недель. Короче говоря, я не буду вдаваться в подробности, но я сделал вывод в то время, что оставаться в Нью-Йорке рискованно. Просто у меня глаз наметан был на такие вещи. Я посмотрел, как там работают музыканты. И скажу честно, в то время у нас было повеселее. Я тогда работал в Новом Арбате в ресторане, где выступали Газманов, Пенкин, Агутин и прочие артисты. Ресторан назывался Тропикана на втором этаже. А я работал один в нижнем зале на первом этаже. Ирландский ресторан О'Коннерс. Ну, все-таки впечатления о первом посещении Америки были просто замечательными. Когда я в первый раз вышел из метро в Манхэттене, я увидел над собой голубое небо и облака. Но не простые облака, а буквы и слова из этих облаков. И было написано «Welcome to New York». Добро пожаловать в Нью-Йорк. Я не понимал, как это вообще. Был ошеломлен. Потом, несколько дней спустя, я видел, как тренируются в небе истребители. Они выпускают дым по отношению к ветру таким образом, что дым сносит в сторону, и появляется целое предложение. Один самолет, одна буква. Фантастика! Мне бросилось в глаза то, что в яркий солнечный день высотные здания небоскребы закрывают солнце. Его не видно, но оно ярко отражается в стеклах небоскребов до самого верха. И ты идешь, как ротозей, задранный кверху головой. А запахи? О, запах ванили и орехов, которые обжаривают прямо на улице. Вкусный запах. И вы знаете, очень чистый воздух. Город продувается весь. Ну, ведь рядом океан. Короче, это, конечно, далеко не все впечатления. Их было много, гораздо больше. Хороших впечатлений. И то, что еда у них дешевле была уже тогда, чем у нас. И то, что порядок кругом. И самое главное, везде чистота. И еще, пожалуй, самое главное, это то, что люди вежливые. И улыбаются при встрече, как будто они тебя давно знают. Я, конечно, понимаю, что это такая привычка. Ну, своего рода маска, что ли. Но такие маски в значительной степени поднимают твое собственное настроение. А это очень важный фактор в нашей жизни. Ну, и вот теперь давайте-ка посмотрим этот фильм. Заранее предупреждаю, что качество моих съемок в то время было, ну, не очень совершенным. Я прямо там же и купил камеру, еще не освоившись, уже снимал на нее. Заранее прощаюсь с вами. Напоминаю о следующей встрече. Она будет в среду. Кто не сможет, тогда в пятницу. Спасибо за подписки. Всегда приглашаю вас к себе в гости. Ну, до скорой встречи, друзья. Увидимся. Пока. И удачного вам просмотра. Итак, Ebony Ice, саксофон, моя аранжировка. Нью-Йорк, 1996 год. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok